На старте спортсмены из разных регионов. Возраст от 10 до 70 с лишним. Однако задача одна на всех. Сегодня в Солочинских лесах так называемая охота на лис. Спортсменам предстоит выйти в точку, которая нарисована на карте. Их там несколько точек. И в этой точке они должны услышать небольшой слабенький микромаячок, обнаружить его и как можно быстрее обнаружить все точки, которые им заданы для конкретной категории. И вернуться на финиш. Всего в лесу 10 таких маячков. Они же лисы. Но для каждой возрастной группы их количество разное, говорит Светлана Годунова, мастер спорта международного класса. Сегодня она на соревнованиях вместе с 30 своими воспитанниками из Владимирской области. Детям, например, нужно найти всего три. Самой Светлане целых семь. Готовились мы в этом году очень сложно. Зима была долгая. Сугробы у нас растаяли две недели назад, и мы бегали у себя только по снегу. Здесь практически второй выходной весны. Мы бежим по земле, наконец, солнышком, по сухому лесу, так как нам хочется. За минуту до старта спортсменам дают карту со всеми отмеченными точками. По ней радиоищейкам и предстоит найти все свои точки. На каждый установлен маячок, а у поисковиков считывающее устройство. Задача – зачекиниться на всех локациях и прибежать на финиш. Там уже с маячка считывают информацию обо всех пройденных точках и общее время. Результат попадает в финишную таблицу. Сергей Соборин – не профессиональный спортсмен, а любитель. Хотя и приезжает в Рязань из столицы уже 30 лет. Зато любитель показал хороший результат, лучший в своей группе. Пока что. Здесь очень тяжелая почва для меня – это песок. Здесь везде песок, но лес в основном хороший. И местами тяжело, местами бежится отлично. Так что хороший лес, чистый, всегда собственная, красивая. Получаешь удовольствие. За четыре дня спортсмены выполнили несколько дисциплин. Однако радиоориентирование считается самым сложным. Это комбинация между классической радиопеленгацией и спортивным ориентированием. Победителей этого нелегкого соревнования ждут призы и спортивные разряды. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.